Так всё и случилось Я могу подежурить первым Так что вы можете отдохнуть Спокойной ночи, Цилиндр Разбуди меня, когда будет моя очередь Держись курса, шляпа Если не знаешь, куда плыть, просто спроси Спокойной ночи Это великий капитан Цилиндр На борту своего трансатлантического лайнера Хватит пио Перестань Что такое? Это Христофор Колумб Корабль, который должен был доставить нас в Венецию Безымянный Дай мне магнит Эй, Цилиндр, почему ты не разбудил меня? Я не могу в это поверить Мы прибыли в Венецию Венеция Как мы добрались сюда так быстро? Когда я был у руля Я увидел на горизонте Христофора Колумба Я увеличил скорость И догнал его за пять минут Потом взял у безымянного магнит И приделал его кораблю Ну а дальше было всё проще простого Значит, мы прибыли в Венецию Вместе с Христофором Колумбом И не нужно будет ничего объяснять бабушке Внимание, пассажиры Завтра, как и запланировано Мы причаливаем в форт Венеции Вы думаете о том же, о чём и я? Да! Хорошо, давайте бросим якорь Венеция ждёт нас Давайте причалим и продолжим путь пешком Прыг! Это дом, в котором жил великий путешественник Марко Поло Давайте зайдём Но я бы предпочла пройти по магазинам Завтра, Дива, нас может увидеть бабушка Мы на чердаке Давайте осмотримся Всё самое лучшее находится на чердаках Смотрите, тут книги Тут точно есть копия путешествий Марко Поло Я предпочитаю красивые китайские шляпы Вот она! Я нашёл её В этой книге Марко Поло описал своё путешествие в Китай Посмотрим, как я выгляжу Где зеркало? О, вот оно Эй, в зеркале нет стекла Как мне узнать, идёт ли мне эта шляпа? А-а-а! Что случилось? Похоже, ты куда-то провалился, Био А-а-а! А что там? О-о-о! Давайте посмотрим Надо же! По-моему, это золотая табличка Кублай Хана Кого? Идите сюда, я объясню Во время путешествия в Китай Никола и Матео Поло встретились Никола это отец Марко Поло, а Матео его дядя Во время их путешествия они познакомились с великим Кублай Ханом Монгольским военачальником и китайским императором Когда они уезжали, Кублай Хан дал им эти таблички Они позволяли им безопасно перемещаться по всей Китайской империи Минуточку У табличек интересная форма Дайте-ка я кое-что попробую Осторожно, Дива Я не уверен, что это безопасно А Муаби, не будь таким трусишкой А-а-а! А-а-а! Нам придется последовать за ней Мы не можем бросить ее одну Хорошо А-а-а! 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 Где мы? А-а-а! Может таблички позволяют не только безопасно путешествовать Может они также помогают перемещаться в пространстве? Не только в пространстве, Моби Но и во времени Посмотри туда! Ладно, с меня хватит Давайте вернемся! Хорошая идея, Пио Давайте вернемся Доброе утро! Меня зовут Александр Но друзья зовут меня Алекс Вернее, меня так звали Пока я не потерял всех своих друзей Не волнуйся, найдешь новых друзей? Невозможно! Почему же это невозможно? Я расскажу вам эту историю Около года назад я покинул тот дворец, который я называл домом Потому что хотел побольше узнать о мире Мои друзья драконы считали, что мне не нужно уходить Но я ушел Через несколько дней я встретил дракона Мы поздоровались так, как обычно здороваются драконы Я впервые увидел дракона, который изрыгает синий огонь Но я не обратил на это внимания Я продолжил свой путь Не буду тратить ваше время Короче, я встретил еще двух драконов Тоже поприветствовал их, как это делают драконы Один изрыгал желтый огонь А другой зеленый Я не понимаю, почему ты грустишь? Прежде чем возвратиться во дворец, я открыл рот и... Я все равно не понимаю Когда мои друзья увидели эту радугу цветов, изрыгающуюся из моего рта Они заставили меня покинуть дворец и... 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 Они наложили... Наложили... На меня заклятие А это значит? А это значит, что я полностью потерял свою способность изрыгать огонь Ну и что, мы тоже не умеем изрыгать огонь? Но мы совсем от этого не страдаем. Ладно, давайте вернемся в Венецию. Дейва, как ты можешь так поступать? Он дракон. Для него важно изрыгать огонь. Возможно, мы сможем помочь тебе и снять заклятие. Хорошо, ладно. Но мы сделаем это до закрытия магазинов. Сначала мы должны пойти в пещеру к ведьме Воронья. Там мы возьмем ее колдовской справочник. И где этот колдовской справочник? В безопасном месте. Висит на шее у ведьмы. Висит у нее на шее? Давайте вернемся в Венецию. Не волнуйся, мы легко получим этот колдовской справочник. Поскольку я опытный рыбак, я использую эту удочку и сниму справочник с ее шеи. Выши цилиндр. Дальше. Левее? Нет, немного левее. Кажется, ты не понимаешь свою задачу, цилиндр. Ты должен зацепить книгу, а не переставлять мебель ведьмы. Эй, посмотри на это, безымянный. Этот цыпленок похож на тебя. Безымянный. Что ты делаешь? Отойди оттуда. Хорошо. Все, возвращайся. Чтобы снять заклинание, вы должны поймать огонь, который изрыгает один из драконов во дворце. А потом поместить его в конец радуги. И это все? И не нужно двигать горы? Я ухожу. Магазины скоро закроются. Но дива... Хорошо, ладно, я дам вам еще один час. Хорошо, сначала мы должны поймать огонь, который изрыгается изо рта одного из драконов во дворце. А куда мы его положим? В коробку? У безымянного есть идея. А у него есть идея? Но ее сдуло. Нет, нет, дива. Безымянный гений. Он предлагает использовать свечку, чтобы перенести огонь дракона. Куда? Как? Дракон плюнет огнем на свечку. Свечка зажжется, а потом... Мы унесем оттуда огонь дракона. Да, ну как мы заставим дракона зажечь свечку? Мы придумаем потом. А сейчас пойдемте. Алекс, подожди нас здесь. На это я и надеялась. Поставьте свечку рядом с дровами. Безымянный пошли со мной. Пошли, пошли. Пошли, пошли. Теперь включай. Тут ужасно холодно. Мне надо зажечь огонь в камине. Хватай свечку и бежим. Теперь нужно отнести огонь к концу радуги. Конечно, это будет просто. Мы не найдем радугу, если не пойдет дождь. Эй, безымянный прав. Надо просто сказать, что мы собираемся на пикник. А чтобы дождь прекратился, надо сказать, что мы передумали. Никакого пикника. Вон конец радуги. А сейчас пойдемте узнаем, снялась ли это заклятие. Моя книга была закрыта, когда я засыпала. Кто посмел войти в мою пещеру? Ха! Тут были незваные гости. Черное перо, вперед лети! В камень друзей Алекса преврати! Забавно! Никто ничего не говорил о пикнике! Хорошо, приготовься. Цельси, огонь! Удачи, дракон! Пока! Давайте вернемся в гавань. Там скоро причалит Христофор Колумб. Куда ты, безымянный? Ты что-то забыл? Смотрите, вот они! Это они! 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 Пойдемте, я отведу вас домой. Я уверена, что ваше путешествие было очень приятным. Но, возможно, вы немного устали. Скажи мне, безымянный, зачем ты возвращался в дом Марка Пола? Просто так. Перестань. Я знаю, ты там что-то взял. Надеюсь, ты не будешь использовать его. На русский язык фильм озвучен объединением русский дубляж по заказу СТС в 2008 году. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.